Киргизский центр избирком признал недействительными парламентские выборы, прошедшие на выходных. Они закончились массовыми стычками с полицией, а ночью протестующие захватили здания правительства, парламента и мэрию Бишкека. Пострадавших почти 700. Из-под стражи освобождены бывший президент Атамбаев и экс-премьер Исаков. Губернаторы нескольких областей на фоне протестов подали в отставку. Парламент готовится рассмотреть вопрос об импичменте президенту Женбекову. Неизвестные тем временем напали на золото добывающее предприятие Альянс Алтын, которое входит в группу «Русская платина». Склад разграблен, гендиректор избит. Глава турецкого МИДа Чавуш Аглу отправился в Азербайджан обсуждать с Алиевым ситуацию в Карабахе. Асад в интервью РИА Новости заявил, что Эрдоган – главный инициатор конфликта. По данным армянских военных, минувшая ночь прошла относительно спокойно, но утром обстрелы Степанакерта возобновились. Канада тем временем приостановила поставки оружия в Турцию, чем разозлила Анкару. Там обвинили канадцев в двойных стандартах. В России плюс 11 615 новых заболевших. Это всего на 50 человек меньше антирекорда, зафиксированного в мае. В Москве снова ограничения. Пенсионерам и школьникам отменили льготный проезд в общественном транспорте, а предприятия будут штрафовать, если не отправят треть сотрудников на удаленку. АвтоВАЗ с 1 января готовится перейти на полгода на четырехдневную рабочую неделю. На Чукотке – вспышка коронавируса на золотом месторождении «Майское». Во втором квартале более 4,5 миллионов россиян недосчитались как минимум части зарплаты, выяснили в Финэкспертизе. Показатель рекордный за 8 лет. Причина – массовый перевод людей на неполную занятость. Вторая волна еще больше зачистит рынок труда. В Бюро по защите прав предпринимателей заявляют, что новые ограничения вынудят обанкротиться до половины всех предприятий малого и среднего бизнеса. В Камчатской Авачинской бухте умерло 95% рыб, крабов и осьминогов, заявили региональные власти со ссылкой на результаты исследований. Осмотрен Козельский полигон яда химикатов. Серьезных нарушений не обнаружено. На очереди Радыгинский полигон. В одной из местных рек, по словам экологов, обнаружено отложение неизвестного происхождения. Совладельцы Кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» Вишневского отправили в СИЗО на полгода. Следствие считает, что он за взятку в 7 миллионов купил разрешение на ввод торгового центра в эксплуатацию с целым рядом нарушений. После пожара Вишневский пытался скрыться в Польше, но был передан обратно. Дудь пообщался с Навальным. Тот описал свое состояние, вновь обвинил в случившемся власть, поблагодарил семью олигархов Зиминых за деньги на самолет, пообещал вернуться в Россию, когда перестанут дрожать руки. По его словам, на это уйдет от трех недель до двух месяцев. В Чили новая волна протестов. В преддверии намеченного на конец октября референдума по изменению пиночетовской конституции на улицы вышла молодежь, возмущенная действиями полиции. Во время демонстрации медработников и студентов с моста в реку Мопоча был сброшен 16-летний подросток. Он в тяжелом состоянии в больнице, а демонстранты несут портреты тех, кого в ту же реку скидывали при пиночете. В Норвегии бастуют работники шельфовых платформ. Остановлена добыча на шести месторождениях, где добывается около 8% углеводородов в стране. Причина – новые условия работы, с которыми не согласился профсоюз. Прошлая подобная забастовка прошла в 2018-м, тогда остановились 20 месторождений. В Индонезии профсоюзы призывают к общенациональной забастовке. Причина – новый закон о труде, который упрощает покупку земли для ведения хозяйства. В профсоюзах заявляют, что это приведет к захвату территорий и конфликтам между новыми собственниками. Экономика Индонезии из-за пандемии ушла в минус впервые с 90-х. Трампа выписали из больницы, на что нефть сразу отреагировала ростом. Вернувшись в Белый дом, американский президент первым делом демонстративно снял защитную маску. Журналисты, работающие в президентском пуле, пишут, в Белом доме теперь опаснее работы, чем во многих горячих точках. Ковидом заболели уже 400 сотрудников администрации. Правительство планирует оплатить разработку отечественного оборудования для сетей 5G, пишут ведомости. На это в ближайшие три года собираются потратить 21,5 миллиард рублей. Отечественным будет считаться оборудование не менее чем на 40% произведенное в России. Операторы сотовой связи, впрочем, уже активно закупают китайское оборудование для 5G. Федеральные расходы на гражданскую науку уменьшатся на 6%. Военные тоже, но не так сильно. Всего в следующем году ученые получат из казны 486 миллиардов рублей. Минфину нужно сэкономить триллион для борьбы с последствиями кризиса. Нобелевскую премию по физике получили трое ученых из Британии, США и Германии за открытие сверхмассивной черной дыры и связи этого явления с теорией относительности. Накануне вручали премию в области медицины. Ее получили два американцев и британец за исследование гепатита С.